В эфире программа День города в студии Наталья Новик вам. Здравствуйте! Вот и некоторые темы этого выпуска. Экстремальный шоппинг. В торговом центре Рязани искали бомбу. Да будет свет. Проблема освещения на улицах нашего города актуальна как никогда. Спит и не спит. В Рязани прошли профилактические мероприятия. Трус не играет в хоккей. Сегодня по всей стране отмечается Всероссийский день хоккея. По настоящему экстремальном шоппинге поучаствовали сегодня рязанцы. В торговом центре искали бомбу. В эпицентре событий побывала Алена Куколева. За годы работы торгового центра Виктория Плаза неучебная эвакуация случилась впервые. Одна из самых загруженных парковок города на несколько часов стала пустой. Более 400 человек, продавцов и сотрудников торгового центра охрана буквально за несколько минут вывела из магазина на улицу. Сказали вы эвакуироваться, одеваться, обываться и уходить. А причина? Там сумку кто-то оставил. Причиной эвакуации стала обнаруженная бесхозная сумка в продуктовом супермаркете на цокольном этаже. Металлоискатель охранника выявил, что содержимое может представлять опасность. И спустя какое-то время после объявленной эвакуации на место прибыли кинологи, спасатели, полицейские и скорая. Вскоре нашлись и хозяева. Точнее, они сами вернулись за своим багажом. По словам молодых людей, они учатся в железнодорожном колледже. Приехали на учебу и, чтобы не нести сумку с собой на занятия, решили оставить ее в камере хранения торгового центра. Правда, в шкафчик она не поместилась. И ребята решили оставить ее рядом с камерами хранения, прямо на полу. Мы сами пришли, нам сказали, отцепили. Нам сказали, там подозрение на что-то теракт. Мы сказали, сумку нашли, все. Тем временем сотрудники Виктория Плаза согревались кто где мог. Люди провели более часа в ожидании в магазинах соседнего дома. Привятили замерзших людей в Есенинской библиотеке. Грозит ли молодым людям наказание за такой поступок, пока неизвестно. Понятно, что ничего плохого ребята не замышляли. Планшет, вещи. Он на деревню приехал. А что, он с ним будет таскаться, она вроде большая, да? Спортивная такая. Вот он ее положил. И пошел учиться, получается, да? Да. Тем не менее, торговому центру теперь предстоит подсчитывать убытки за несколько часов сорванной работы. Ночь улица, фонарь, аптека. К сожалению, в жизни все более прозаично. Фонари зачастую не светят, либо отсутствует вовсе и мало того, что порой страшно оказаться в каком-нибудь незнакомом дворе, что и говорить о том, что на дорогах ситуация не менее опасна. Уже с наступлением осени и сокращением светового дня заметно увеличивается количество ДТП, произошедших в темное время суток. Что неудивительно, водители попросту не видят пешеходов. В том, какая она жизнь во тьме и где он уже, свет в конце тоннеля, разбиралась Галина Ершова. Темный полосатый город. Рязанцы продолжают отстаивать свое право на безопасное движение в вечернее время. За два года местные власти не решили вопрос с освещением улиц, которое ухудшилось после замены ртутных и натриевых ламп на светодиодное. В связи с бездействием властей активист Дмитрий Панкратов опубликовал петицию на портале Change.org на имя президента. Ее подписали уже около тысячи человек. Началось с того, что возле моего дома освещение меня совершенно не устраивает, а у меня двое маленьких детей, с которыми жена ходит гуляет, и на самом деле страшно и опасно. Напомним, что замена освещения произошла в 2014 году. Дирекция по благоустройству города заключила договор с ООО ГПБ «Энергоэффект», офис которого находится в Москве. Подрядчиками на изготовление ламп стали сразу несколько заводов, в том числе Рязанский «Новый свет», который поставил 16 тысяч светильников. В темноте города обыватели винят именно некачественные лампы. Плохо светить, ничего не видно. Обычные фонари, которые стояли, например, раньше с обычными лампочками, намного лучше освещают. Есть места, где я езжу, там очень темно. Очень темно и вообще еду, смотрю как можно тщательнее. В центре города светло, комфортно. Где-то на выезде из города темно, ничего не видно. Но освещение все равно остается желать лучшего. Местами есть. Однако завод-изготовитель уже выполнял подобный заказ для Московской, Калужской и Тамбовской областей. И претензий по качеству оборудования им не поступало. В Рязани же в первую очередь были нарушены правила эксплуатации светильников. У нас в городе не проведено категорирование улиц, они разделены по категориям. Не определены требования по освещению улиц. Столбы стоят так, как они стоят. На многих улицах они не менялись десятилетиями. Столбы стоят не всегда правильно относительно проезжей части, не всегда вертикально. Кронштейны на них стоят под самыми разными углами. Светильники меняли на новые аналогичные мощности. Главной задачей была экономия за счет снижения потребления электроэнергии. Те светильники, которые мы поставляли, каждый сам по себе светит не хуже, а примерно 40% лучше, чем стандартная лампа ДРЛ, которую он заменял. Как они применены, как расставлены, это вопрос не к нам, а к проекту, который город подписывал с поставщиком. Говорить, что раньше освещение было хорошим, тоже неправильно. В городе не горело 35% ламп, что зафиксировано в соответствующем акте. По данным завода, сейчас в негодность пришли менее 1% светильников, которые они готовы заменить по гарантии. Но в большинстве случаев выясняется, что лампы перегорели из-за нарушения условий эксплуатации. В частности, из-за скачков напряжения. Их фиксирует специальная программа «Гелиос», которая находится в распоряжении города. Допустимое значение напряжения не должно превышать 260 вольт. Однако приборы регулярно фиксируют значения в 305, 312 и 352 вольта. Это является нарушением энергосервисного контракта. Регулярно бывают обрывы кабелей. В вашем предыдущем сюжете мы видим улицу, где не горят подряд много светильников. Чисто статистически брак светильников не может привести к такому отказу. Они выходят из строя по одному, если они бракованы. Если сразу выходят 10 подряд светильников, это значит обрыв на линии. Иногда городские власти пытаются и вовсе заменить работающее оборудование. Зачастую светильники, которые привозятся как вышедшие из строя, мы здесь их включаем, они работают. То есть светильник был нормальный, а проблема была в кабелях и прочем. Сейчас наша телекомпания выясняет, кто занимался разработкой и утверждением проекта городского освещения и не предусмотрел нюансы именно нашего города. Мы направили запрос в администрацию, чтобы также узнать, почему дорогам не присвоены категории. И на улицах Рязани столбы с освещением расположены на разном расстоянии друг от друга. Будем держать вас в курсе нашего расследования. В 2016 году в Рязанской области вывели 240 ВИЧ-инфицированных. Если сравнивать с другими регионами России, то это средние показатели. В рамках Всемирного дня борьбы со СПИД, который проводят 1 декабря, повсеместно проходят всевозможные акции и профилактические мероприятия. В нашем городе в образовательных учреждениях прошли уроки, конференции и круглые столы. На одном из таких мероприятий побывала Анна Герцовская. В Рязанском государственном университете лекция для студентов началась с короткого ролика, дающего понять, что проблема может коснуться каждого человека. В Рязани в центре борьбы со СПИДом зарегистрировано около 4000 человек. Так принято, что это число во всех регионах умножается на 3, поскольку не все ВИЧ-инфицированные люди знают о своем статусе. Для того, чтобы замотивировать людей сдать кровь и узнать, здоровы они или нет, и проводятся подобные мероприятия. ВИЧ – такое заболевание, о котором стесняются, если так можно выразиться, говорить. Считают, что это может случиться с кем угодно, только не со мной, не с вами. Он есть, но где-то далеко. И нужно показать людям, что это очень актуальная проблема, и бороться с ним можно профилактикой. Мария Молостова – студентка 6-го курса Рязанского государственного медицинского университета. Во время лекции она рассказала, что сейчас не существует препарата, который избавил бы от ВИЧ. Но можно не довести проблему до СПИДа – конечной стадии вируса иммунодефицита человека, при которой люди чаще всего умирают. Тот, кто выяснил свой ВИЧ-статус, и он оказался положительным, сразу начинает получать специальную терапию за счет средств государства. При таком лечении можно дожить до старости и не умереть от элементарной простуды, которую трудно переносит ВИЧ-инфицированная без терапии. Пути распространения ВИЧ-инфекции 3 – это контакт кровь-кровь, то есть это чаще всего инъекционные наркоманы, это при незащищенном половом контакте и при беременности, родах и кормлении грудью. На данный момент вот это третье направление. Медицина смогла побороть, и если беременная женщина, у которой ВИЧ-статус положительный, знает об этом и занимается своим здоровьем, принимает препараты, вероятность того, что у нее родится ВИЧ-инфицированный ребенок – всего 1%. Этот путь передачи инфекции медицина смогла повернуть вспять. Таким образом, центральной проблемой остается незащищенный половой контакт, поскольку наркоманы также все меньше заражаются с помощью иглы. Однако те наркотики, которые сейчас популярны, делают поведение людей более раскованным. В результате происходит все больше случайных связей. Поэтому врачи, психологи, активисты призывают к тому, чтобы люди обратили внимание на свой образ жизни. СПИД – это болезнь поведения. И если ошибка уже была совершена, впадать в глубокую депрессию не стоит. Только за этот год в Рязани родилось почти 40 здоровых малышей. У мам с положительным ВИЧ-статусом. Это те люди, которые взяли ответственность за себя и за своих близких, и теперь живут счастливо, только принимают специальную терапию. В Рязанском политехническом институте прошел очередной день открытых дверей институтской субботы в политехе. Вуз в этот день посетили около 300 старшеклассников и их родителей. Им не только подробно рассказали об институте, но и провели экскурсию по учебному заведению. Ребята поучаствовали в мастер-классах и конкурсах. Многие из них после такого радушного приема приняли решение поступать именно в этот институт. С каждым годом число желающих поступить в Рязанский политехнический институт неуклонно растет. И это отрадно, ведь профессия инженера, так востребованная и сегодня, вновь обретает популярность. Девиз политеха – не стоять на месте. Открываются все новые профили и направления в обучении. Согласование с министерствами и работодателями дает возможность определить, в каких специалистах сегодня больше всего нуждается наш регион. Так, со следующего года начинается прием на экономику машиностроения и менеджмент в строительстве. Сегодня настолько новая техника, новое оборудование и технологические процессы, которые происходят на наших основных предприятиях, это и приборный завод у технологов, да, красное знамя, требует знания новых информационных технологий. Это требование времени. Рязанский политехнический институт – один из самых динамично развивающихся вузов нашего региона. Он славится высококвалифицированными преподавателями, хорошей материально-технической базой, научными разработками, инновационными площадками. Недаром его считает одним из лидеров инженерного образования в России. Бывают делегации из Республики Беларусь, и был показан им краткий фильм, то есть очень лаконично, коротко, буквально 10 минут, о всех сфер деятельности Рязанской области. Снова, конечно, о промышленности, о производстве. Но очень порадовало, что дважды в этом очень, повторюсь, коротком фильме было рассказано о политехническом институте. Далее Юрий Кулешов, выпускник Рязанского политеха, подчеркнул, что именно этот вуз стал удачной стартовой площадкой для его карьеры и посоветовал старшеклассникам сделать правильный выбор и пойти учиться в тот институт, где можно стать высококвалифицированным специалистом. Здесь очень много интересных технологий и инноваций. Я никогда, например, не видела, что можно так разрушать бетон. Мне очень понравился политехнический институт, потому что у меня сложилась мечта с детства, что я хочу стать строителем. Меня очень впечатлил этот институт, он выглядит авторитетно, мне нравится, как он выглядит. Старшеклассников провели по аудиториям, побывали они и в музее института, поучаствовали в конкурсах и мастер-классах. А в заключении их ждало традиционный чаепитие с директором, где победители конкурсов ждали заслуженные награды. Подходи, куда решил поступать? На архитектуру? Молодец, держи. Видите, будущий архитектор. Следующий день открытых дверей в Рязанском политехническом институте, последний в этом году, состоится 17 декабря. Все когда-то бывает впервые. Ровно 9 лет назад с легкой руки президента Федерации хоккея России Владислава Третьяка в первый зимний день 2007 года впервые отметили Всероссийский день хоккея. В тот и знаменательный день более 150 стадионов в 70 городах России в 12 часов по местному времени открыли двери для любителей этой прекрасной игры. В нашем славном городе с хоккеем дела обстоят совсем неплохо. Наша гордость, хоккейный клуб Рязани абсолютно заслуженно принимает сегодня поздравления. А моя коллега Анна Герцовская на днях побывала на тренировке спортсменов. Многие согласятся, что в отличие от футбола, хоккей действительно создан для русских. Наши спортсмены со времен Советского Союза играют на высшем уровне. Наблюдать за ними одно удовольствие. Во многом заслуга тренеров, прославленных хоккеистов. Например, Анатолия Тарасова. Даже к хоккейному клубу Рязани он имеет отношение. Тренеры молодых ребят когда-то общались с легендой. В жизни некоторых из них он внес большие коррективы. Так что закалка передается от тренера к тренеру и от отца к сыну. А это за меня еще решено было, наверное, еще до того, как родился. Отец играл сам в хоккей. У меня другого выбора не было. Роман входит в молодежную сборную России по хоккею и выступает за хоккейный клуб Рязань в качестве нападающего. Он говорит, что если у него родится сын, он обязательно отправит его в хоккей. А пока у Романа дочка, которой он ни в коем случае не собирается отправлять бороться с шайбой и противниками. Говорит, это мужской вид спорта. Тяжелый морально и физически. К тому же ни для кого не секрет, что драки на льду разрешены. И необходимо только соблюдать некоторые правила. Нельзя головой бить человека. Сразу получишь денежный штраф, несколько игр пропустишь. А так в пределах разумного, как в боксе. Сами хоккеисты говорят, что моральное удовлетворение получают не только от побед, но и от голов и успешной передачи шайбы. Власти региона и города делают многое для того, чтобы спорт развивался. Большой скачок произошел как раз после введения в эксплуатацию ледового дворца в Рязани. В 2005 году были приглашены именитые тренеры. Некоторые из них входили в молодежную сборную СССР. А через год хоккейный клуб Рязань за счет своих побед получил право играть в высшей лиге. На сегодняшний день цель команды и тренеров пробиться в плей-офф этого сезона и выиграть кубок высшей хоккейной лиги. Среди 20 российских команд в настоящее время и решается судьба плей-оффа. Клуб Рязанский, ну боремся, боремся, не уступаем именитым клубам, у которых финансирование очень приличное. Практически всех обыгрываем. Нужно просто потерпеть чуть-чуть. Сейчас мы все рядом, но все рядом. То есть мы можем сейчас оказаться, выиграв одну игру, мы можем оказаться на восьмом месте. Проиграв одну игру, мы можем оказаться на шестнадцатом месте. То есть все зависит сейчас от ребят, которые, как они подготовятся к домашним играм. Конечно, в хоккейном клубе Рязань много приглашенных игроков. Например, из Ярославля. Там хорошая школа. Но тренеры уверены, что в скором времени поколение рязанских хоккеистов, способных на многое, будет стоять у руля. На этом у меня все. Смотрите новости на нашем сайте город62.тв. И до встречи! Редактор субтитров А.Семкин